Мы находимся в городе Аман, это Иордания. Позади меня Римский театр. Великолепное здание в самом центре города. Кругом такая красота, неописуемая. Вот эта вот красота поддерживает мое настроение, потому что оно у меня сейчас очень-очень-очень злое. Сегодня мы попытались попасть в Сирию, пройти границу, так как нам водители, все, которых мы встречали, говорили без проблем, мы вас туда перевезем. Какие проблемы? Нет проблем. И мой муж поверил им, что нет проблем. Хотя я говорила, что нам нужна, во-первых, виза, во-вторых, ну никого не пускают. Но в какой-то момент мы все-таки решили, что мы поедем. И когда мы это путешествие решили совершить, то оно не заладилось с самого начала. Сначала получилось так, что нас остановил как бы наш менеджер отеля, в котором мы сегодня ночевали. Он сказал, а у вас что, есть ПСР-тест, кто вас туда пустит без теста? Мы решили сделать тест и тогда ехать. ПСР-тест сумели сделать и даже его получить перед границей, но захотели снять деньги. И когда мы стали снимать деньги, то все транзакции безрезультатные были. Мы не получили денег. Потом мы пошли на границу, и там на границе нам водитель сказал, что он с нами дальше не поедет. Потому что если он сейчас поедет, то он, ну уже за ночь будет, и он не сможет вернуться. Ему придется там ночевать, граница закрывается, поэтому он нас пересаживает в другую машину. Это мне сразу напомнило Турцию, когда нас пересаживали в Батуми, в результате никакой машины не было. Но тут нас посадили в машину, но на границе нас не пустили. Не пустили на границе, хорошо, я мужу сказала, скажи водителю, чтобы он нас ждал, пока мы не пересечем границу. И он нас действительно ждал. Мы вернулись с трудом, не так просто. То есть не пускали без транспорта, кое-как мы сели все-таки на машину, на третью примерно машину или на четвертую. Не хотели нас брать. Ну ладно, взяли, сели мы на машину, доехали мы до места, где нас ждал водитель перед границей. И там, оттуда он нас довез до столицы. Муж всю дорогу думал, что так как нас не довезли, то он сможет забрать с водителя какую-то часть денег. Ведь он договаривался до Дамаска за 200, а не до границы. Я ему говорила, нет, тебе ничего не отдадут, потому что ты заранее не договорился. А он говорил, что, ну я же его спрашиваю, а если нас не пустят, а он отвечал, вас пустят. Вот, и в конце концов, когда мы подъехали к отелю, водитель сказал, ну все, счастливо. Как счастливо? Ну мы же не добрались, ну я все, что мог, сделал. Но мы ведь не доехали, а договорились до Дамаска. Ну а я что могу сделать? Все. Это, конечно, было очень неприятно. Он сказал, я все сделала. То, что вы не попали, это ваши проблемы. Это как бы не мое, я со своей стороны все сделал. И потом он нас подвез к отелю, который он как бы, ну как к своим знакомым сказал. Он сказал, это будет стоить вам 45. 45 динар – это примерно 60 евро. Ну на 60 евро я представляла себе, какой отель может быть. Но когда мы зашли в комнату, я увидела, что это никак не со 60 евро. Это, ну пускай там 25 евро может стоить этот отель. Потому что в комнате даже нет двери в туалет. То есть она такая шторка. Вот. И, конечно, я сразу мужу сказала, да, что это такое, как это возможно. Он говорит, я сейчас посмотрю на Booking.com, сколько это стоит. Посмотрел, говорит, 19 евро стоит этот отель. А, 19 GD. Ну то есть это сколько в евро? Ну 25 где-то, как я и сказала. Да, то есть как раз я точно оценила стоимость этого отеля. Мы спустились на ресепшен и говорим, а этот отель стоит сколько? Он говорит, 40. Муж говорит, да, 40. А вот здесь написано 19. 19? А, ну это я сказала за 2 дня. Это вообще супер. Это за 2 дня, оказывается. Вот как можно, оказывается. Он говорит, ну тогда я сейчас зарезервирую на Booking.com. Не-не-не, не надо на Booking.com, потому что там у вас всякие таксы будут. Вот просто платите и все здесь. Ну, представьте, да, туда не попали, деньги снять не могли, с нас все взяли, ничего не отдали, еще здесь хотели в 2 раза. И все за один день. Это слишком, это слишком. Я тут немножко под впечатлением. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Это так вот, четвертый день. Амман и Ордане. Всем привет.